Всем большой привет наши дорогие зрители! Приветствую вас в нашем мире цветных чернил! Спасибо, что поделились своими комментариями по поводу того, какие подарки вам подарили и верите ли вы в Деда Мороза. Я прочитал и понял, что у нас много зрителей-оптимистов. Так держать больше позитива и мир будет ярче! Мой лорд, я вижу у вас прекрасное настроение! Сэмми, а твоя хитрая физиономия говорит о том, что ты пришел его испортить! Что вы, мой лорд, я лишь принес список дел на сегодня, который составил для вас Иксуша. Давай-давай, почитаю, что там этот лиловый понаписал. Тэкс, первое, поменять обложку канала, второе, загадать загадки, третье, сочинить и рассказать как минимум пять суперинтересных историй. Четвертое, провести критику? Постскриптум, ладно, критику проведу сама, то этот добрый балбес опять всех перехвалит. С уважением, ваш Иксуша, скоро буду, не скучайте! Нет, Сэмми, ну ты это слышала? Да, мой лорд, неслыханная наглость заставляет вас таскать мешки с цементом. Да-да-да, с каким цементом? Ах, и ты туда же, значит я бездельник, по-твоему? Да я сейчас быстро все эти дела переделаю, тащи рисунки. Сию минуту, мой лорд. Борис, подгоняй самосвал. О, прицеп тоже выгружать. Выгружай все, что нарисовали. Нет, ну вы посмотрите, они решили меня заживо под рисунками похоронить. Изверги, я буду жаловаться в суд по правам демонов. К вам придет злая колдунья и отрубит ваши головы своим топорищем. Ого, размечтался, работай демон, солнце еще высоко. А я приготовлю тебе демонический энергетик, очень питательный кстати. О, класс, а он вкусный? Конечно, смесь сока морковки, капусты, брокколи, огурца, помидора никого не оставит равнодушным. Фу, сам пей свой энергетик. У меня своя природная энергия имеется. Еще быстро все дела переделаю. Так, с чего бы начать, а? С чего бы начать? Может поспать пойти сначала? Какой поспать? Даже не смей думать о сне. Работать, работать, еще раз работать. Как говорил дедушка Ленин. Че, какой еще дедушка Ленин? Ты что, Ленина не знаешь? Да знаю, конечно. Я просто думаю, может еще один родился. Ну короче, дело к ночи. Давайте начнем с картинок-загадок. Итак, картинка-загадка номер один. Кого тут сделали няфным? Картинка-загадка номер два. Что это за прекрасная леди? Картинка-загадка номер три. Из какого они фандома? Картинка-загадка номер четыре. Что это за тиктокер? Я вот вообще ни разу в эту сеть не захотел. Понятия не имею, кто это такой. Картинка-загадка номер пять. Кто она такая? Из какого она аниме? Картинка-загадка номер шесть. Кто это такой? Ну вот с картинками-загадками я уже справился. Они меня бездельником называли. Сами они бездельники. Так, что у нас там еще на повестке ня? Ага, поменять обложку канала. Да, уже давно пора ее поменять. Итак, кого я тут понавыбирал? Ну поскольку у нас еще Новый год, то на обложку канала пойдет вот этот вот замечательный новогодний рисунок, где я тут получился самый красивый. Ну Борис тоже ничего подкачанный, но я все равно красивее. Картинка номер два. Я тут не особо веселый такой, но мне понравилась эта футболка. Картинка номер три пойдет на обложку. Это Катерина со своим семейством. Она рисует так много, но все-таки заслужила. Она у нас ни разу еще на обложке не была. И картинка номер четыре. Это вот эта вот такая надменная королевская рыба моего, батя Митри. Она тоже пойдет у нас сегодня на обложечку. Вот, я два дела уже сделал, и не прошло и пяти минут. Ну конечно ты начал с самых легких дел. А как насчет истории рассказать? Пять историй? Ха, да я сейчас за пять секунд расскажу. Вот смотри, давай все рисунки раскладывай. Так, во, молодец Борис. Давай, давай, вот эти тоже давай раскладывай. Сейчас я буду выбирать. Смотрите, сейчас мы будем развивать нашу фантазию. У меня есть очень-очень много рисунков. В этом выпуске 220 с чем-то рисунков. Я сейчас буду на них смотреть, и вот чисто по ним буду придумывать истории. Вот, буквально сказать, на ходу. Итак, смотрим. Вот, мне попались черно-белые рисунки. Что тут можно придумать? Жила-была одна девочка-художница. Были у нее очень-очень длинные руки. Но она была слегка ленива и не любила раскрашивать рисунки. Она нарисовала один нераскрашенный рисунок. Ей простили второй нераскрашенный рисунок нарисовала. Ей тоже простили третий, четвертый, пятый. И так она нарисовала очень много нераскрашенных рисунков. У нее были пачки, горы нераскрашенных рисунков. К ней пришла мама и спрашивает. Дочь, ты почему не раскрашиваешь рисунки? Она говорит, мам, мне неохота. А мама ей говорит, дочь, ну если бы ты их раскрасила, они бы были красивее. Все бы обращали на них внимание. Говорили, какой ты классный художник. А так никто не будет на тебя внимание обращать, потому что они черно-белые, невзрачные. Их незаметно. Она сказала, нет, я все равно классный художник. И так сойдет. А в это время мимо ее дома пролетал демон по имени Нейт. И он услышал эту девочку. И подумал, надо ее наказать за ее лень. И когда девочка нарисовала свой 666 нераскрашенный рисунок, он превратил ее. Так, черт возьми, в кого он ее превратил? Я не могу картинку подходящую найти. Вот, он превратил ее в папайруса. Короче, он сделал ее папайрусом. Девочка расстроилась. Посмотрел на себя в зеркало и говорит, боже мой, я же была такая красивая. Меня же все любили. И все, девочка заплакала. Стала плакать долго-долго. Демону Нейту стало жалко ее. И он превратил ее обратно в художницу. И сказал, если ты еще раз не раскрасишь рисунок, я тебя превращу в какого-нибудь... Итак, сейчас, подождите, я найду рисунок. Превращу тебя в какого-нибудь вот такого Санса с большими глазами. Девочка говорит, да-да-да, конечно, демон, я больше не буду не раскрашивать рисунки. И с тех пор она стала раскрашивать рисунки, и они у нее стали классные, цветные. Ее все стали любить, просить ей у нее что-то нарисовать им. Вот такая вот история номер 1. Я надеюсь, она вам понравилась. Вот реально придумываю, что вижу, то и придумываю. Так, давайте, история номер 2. Так, 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 кто у нас тут на историю номер 2 пойдет? А вот, например, жил-был на свете голубь, и звали его Наташа. Ну, пусть будет Наташа, нет. Ну, давайте, ладно, будет пацан-голубь. Жил-был на свете голубь по имени Вася. Васенька очень любил гадить на людей. Люди, которые проходили мимо под его деревом, были просто обстреляны по самые уши. Весь двор ненавидел Васеньку жуткой ненавистью. Потому что, когда люди шли на работу, им сразу попадался Васенька, и шлепал на них сразу свои бомбочки. Люди очень злились на него, потому что им приходилось возвращаться домой и заново переодеваться. Они хотели нанять даже армию против Васеньки. Но, к сожалению, Васенька справился со всеми. Даже ледяновый Джек приходил и хотел убить Васеньку, заморозить. Но не смог в него попасть, потому что Васенька был очень шустрым голубем. И уворачивался от всех. Соседи собрали консилиум и решили, что же им делать с Васенькой, как же его поймать. И тут, о чудо, в их дом въехала новая соседка, которую звали Женя. Она была акробаткой. К тому же, она раньше работала в лесничьем хозяйстве. И она была хорошим стрелком, потому что отстреливала браконьеров. И, короче говоря, как-то раз идет Женечка такая на работу. И шлеп Васенька тут на нее. Хоп-хоп-хоп. Обстрелял Женечку. Женечка так посмотрела на него и подумала, ну все, Васенька, тебе не жить. И реально, она очень быстро поймала Васеньку, отстрелила его и сжарила его себе на обед. Все соседи собрались на пирушку и помянули Васеньку вкусными пирожками. Вот так закончилась история номер два про голубя Васеньку. Я надеюсь, у вас тоже такая же бодрая фантазия, как и у меня. Правда, у меня не всегда бывает бодрая. Иногда все-таки муза покидает и просто не знаешь, чем еще придумать. А у меня еще целых три истории надо придумать. Так, так, что у нас тут еще есть? Сидел я как-то дома и придумывал историю, а за окном шел снег. Вот история номер три. Ой, ну что это за история? Это неинтересная история. А ну-ка давай что-нибудь поинтереснее. А, что-нибудь поинтереснее. Ладно, ладно, Борис, ну я же не суперписатель-фантаст какой-то. Так, 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 ну что-нибудь мне еще попадись интересное на глаза. О, а давайте историю про Алису сочиним. Жила-была однажды Алиса Демон. И была она очень большой модницей. Любила она одевать всякие красивые шмотки. И вот однажды она встретила модельершу. И говорит, слушай, модельерша, ты самая классная в мире, тебя все обожают. Твои платья просто супер шикарные. Ну, сшей мне, пожалуйста, что-нибудь. Я хочу, чтобы на меня все обращали внимание. Модельерша посмотрела так на Алису и говорит, нет, не буду я тебя шить, ты мне не нравишься. Алиса обиделась тогда на модельершу. Скажем так, закусила на нее, взяла, приготовила бокал вина, подсыпала ей туда травы и отравила модельершу. А модельерша-то оказалась непростой. Она не была человеком, она была демоншей. И, короче говоря, она не умерла и решила отомстить Алисе. А знаете, как она и отомстила? Очень страшно. Она превратила ее в голубя Васю, которого до этого убила Женя. И поэтому Алиса теперь стала голубем Васей и опять поселилась на том же дереве. И стала бомбить всех соседей. Ну, какой-то неинтересный конец ты придумал. Ну, извини, Борис, у меня фантазия закончилась. Я сейчас мог, кто и придумал. Ну, ладно, хорошо, засчитаю тебе-то за историю. Давай, еще две истории. О, придумал. Жил-был на свете Ричард. Был он очень-очень няшным котиком. У него были большие волшебные зеленые глаза. Он обладал огромной магической силой. И поэтому все ведьмы на него охотились. Они хотели приготовить из Ричарда зелье. Самые страшные ведьмы мира пытались поймать Ричарда. Но ему постоянно везло. У него был вот такой прекрасный ангел-хранитель, который охранял Ричарда. Но один раз пришла злая ведьма по имени Петюня и утащила Ричарда. Ангел в это время просто отошел, отлучился. Может, в компьютер сел поиграть и забыл про Ричарда. И поэтому Петюня утащила его. И вот настал тот самый момент. Она устроилась на уютной полянке и хотела разделать Ричарда и достать его сердце и сделать из него эликсир. И тут появился Эверфайри, который шел случайно мимо и убил эту злую волшебницу. Он спас Ричарда и забрал его к себе в семью. А семья у них была очень-очень огромная. У них было много братьев. И Олтер, и Спайси. И, короче, еще 150 или 160 человек. Они приютили у себя Ричарда. И главарь их семьи, Катерина Сивакова, приняла их в свой клан. И с тех пор Ричард стал жить с ними. Ну, как тебе, Борис, история? Отличная история, неплохо. Давай, с тебя еще одна история. Борис, а описание мы когда читать будем? Подождут описания. Давай, давай, еще одну историю придумай. Ох, тяжела доля сочинителя. Борис, а что если муза улетела? Я не могу больше ничего придумать. Вот тебе муза, смотри, какие красавицы. А ну-ка, давай придумывай. О, отлично, ко мне пришло вдохновение, как раз история о красоте. И как ее не потерять? Жила-была на свете Анна, и была у нее пышная прическа, которой она гордилась. А окружающие были просто в восторге от ее волос. Как-то раз подсела Анна на игру Don't Starve. И решилась косплеить одного из героев. Нашла подходящую одежду, сделала грим, не хватало только одного элемента. Это был факел. Пошла Анна в папин кабинет, нашла там старые газеты и скрутила из них факел. Подожгла спичками и хотела сделать селфи. Но не учла один момент, она слишком близко поднесла факел к своим волосам. И конечно же они мгновенно вспыхнули и сгорели дотла. Моралей в этой басне много. Во-первых, надо меньше в комп играть. Во-вторых, надо уметь делать селфи. И в-третьих, не играть со спичками и папиными газетами. Все, я молодец, лайки в студию. Оскара мне, Оскара за лучший сценарий тысячелетия. Грустная какая-то последняя история. Борис, мысли позитивно. У Анны теперь удачный косплей. У Анны новая прическа в стиле Вина Дизеля. Ей теперь, кстати, и Вина Дизеля можно будет косплеить. Ой, я как-то об этом не подумал, точно. Ты об этом не подумал, потому что ты мыслишь недопозитивно. Ладно, раз с историями мы завязали, а теперь у нас будет музыкальная пауза. И посвящена будет эта музыкальная пауза странам, потому что их слишком много нарисовали. Тут будут не только страны, но еще и города. Так что танцуют все. Ого, как много странно. Что это за мода на страны пошла? Ну, не знаю, может быть их легко рисовать. Поэтому все рисуют, что там, круглая голова и одежка немножко. Ну, плюс покраска под флаг. А мы продолжаем смотреть, что же вы нам тут пишете. Сейчас будем читать всякие описания. Так, Райан Райан изменил себе имя. По-моему, его имя с буквой ЕО звучало получше. Так что можно было бы вернуть ему имя обратно. Дьявол, упаси, я что выглядел именно так? Да, ты выглядел именно так. Там была фотография, но она была показана выше. И по-моему, ты очень классно даже выглядел. Сейчас ты выглядишь очень-очень жутко. А тогда ты выглядел очень-очень мило. Помните, конечно, помним Ice Ice Baby. Здесь можно сделать надпись «Я 1 сентября» и на второй фотографии «Я 25 мая». Я думаю, эти надписи очень подойдут под этот рисунок. На этом рисунке изображена Ника и её кот. На втором рисунке сам кот. И маленькая история появления кота. У Ники сестра привезла кота на время. Через несколько дней она приехала забрать кота, но тот наотрез отказался переезжать. Вот теперь этот пушистый комок живёт у Ники. Интересно, кто-то из вас спрашивал кота, хочет он вообще куда-то ехать или не хочет. Например, к ветеринару. Вы не подходили, не спрашивали никогда. Кот, ты хочешь к ветеринару? Или кот, ты хочешь ехать на дачу? Нет, я думаю, нет. Вы брали кота за шкирку, кидали его в сумку и взли куда вам надо. Но это какой-то умный кот. Смотри, его хозяйка послушала и не забрала его никуда с собой. Дженни, новый персонаж Бенди Анзинк Машин, может быть, заменит Бенди в шестой части в новом сюжете. Уика Тони, 7 лет, любит своего кролика, неизвестно, что не любит. Вот она сама, а вон там внизу её кролик Маманя, Папа Марк. О, это что-то новое. Имя Лили, 14 лет, любит печеньку, озорничать, танцевать не любит, когда её обижают. Маманя, Папы нет, но скоро появится, да. Вот он появился на предыдущем рисунке, кстати. Дик Перенс, раса демон, 50% демон, 50% человек. Возраст 23 года, метр 190 сантиметров. Не афиширует отношения с мыши Тари Киноко. Из семьи у него имеется брат Айрек Перенс. Характер добрый, недоверчивый, ревнивый, любящий, отзывчивый, вспыльчивый. Играет на гитаре и поёт голосом группы The Flappard. Особенности голос может изменяться в зависимости от ситуации, болезнь, слабость души или когда достать его очень сильно, одевается ярко и по моде. Мила Мхитарян, который 30 лет, но в реальности 12, родилась 16 октября. Цвет фиолетовый, еда у неё шоколад, любит Бенди, Алису, Бориса и не любит Сэми. Келин или Кишин, 13 лет, любит свою семью, не любит, неизвестно. Умеет превращаться в других, копирует других. Мама Аня, Папы нет, у тебя уже есть папа, радуйся. Сало или Салями Крист, 17 лет, полтора метра ростом, раса белая акулка, в форме акулы ростом 6 метров. Я что-то не понял, но ладно. Курит на картах, антианимешник, матерится очень много, в душе коричная булочка. Нервный, боится кухловода. Что-то сказал про его имя, получи по щам. Зелёный Ван Лав, натуральный блондин, на всю страну такой один. Нет, не один, может нехило так укусить. Так, будем держаться от него подальше. Имя Карлос, 12 лет, любит летать и свою семью. Что он не любит, пока что не знаю, умеет становиться драконом. Мама Аня, Папа Марк у него теперь. Имя Аликра, то есть я. Можно назвать просто Аня, пол женской ориентации, натуралка, возраст неизвестен, любимое животное, нравятся все, исключение бабочки. Бабочки-насекомые, они животные. Любит котиков блёсткий шоколад, а также всё, что с ними связано. Не любит она бабочек рисовать красками. Акио Туриясу, 21 год, мужского пола, осьминог-зонтик. Что это за такой осьминог-зонтик? Любит тишину, готовку, не любит долго быть в компании. Тихий, почти не разговаривает, никто не видел его лица. Его понимают без слов. Няковай без пакета. Может превращаться в осьминожку, многие путают его с девочкой. На самом деле, очень милый голос, красиво поёт, милый и доверчивый. Имя Лия, 19 лет, она чернильный демон, обожает игру Бенди Анзи Инк Машин и очень боится ФНАФ. Ещё нравятся комиксы про Бенди и любит наш канал. Имя Ариана, возраст 300 лет. Ос, миллион, сила миллион, выносливость бесконечна, защита миллион, магия. Костяная и огненная роты семьи Дримуров. Эксперимент Гастера, постскриптум. Может убить только Альфачара. Я ничего не понял, ну да ладно, не важно. Имя Шинадзаки, 15 лет. Любимое животное, это насекомые, бабочки, жуки. Любит насекомых сладкое, кислое, яркие цвета. Не любит горькое и тёмное цвета. Пол Тян. 42-й перс по имени Мия, 20 лет. Любит чай, лимон. Любит чай, милоту, готовить. Не любит длинные волосы. Расса кошка. Мечта открыть своё кафе. Характер добрая и милая. Лорел Джейсон, 15 лет. Её погонялого, это Лори, отец Дели, мать. Рел или Рулькуль. Я ничего не поняла, там вообще Р или Д буква была. Ориентация, я не знаю, что это за такая разноцветная ориентация. Питомцы, шпиц по кличке Космик. Друзья, Селки, Лин, Тори и Дико. Или Мико, или Рико. Я не знаю, что это за буква. Вот, если, кстати, кому-то нужен календарик, пожалуйста, дизайнерский календарик от Нурай. И пользуемся, и вешаем на стеночку. Ну всё, описания на сегодня закончились. Точнее, они не закончились, их ещё много, миллион, миллион, и одно описание. Но нашу передачу уже скоро пора заканчивать. А к нам пришёл мистер Икс, или просто Иксуша. Так, по-братски мы его Иксушей зовём. И он сейчас будет критиковать всё, что он тут себе наоткладывал. Несколько рисунков. Пожалуйста, Иксуша, уступайте в свой микрофончик. Как ты не болеешь, у нас здоров. Ты на что-то намекаешь, я абсолютно здоров, в прекрасном настроении. И буду сейчас себя критиковать. А первая, кто мне попался, это Евгения. Евгения плечи, плечи не туда развернула. Талия, ну, через чур, уже она узкая. И позвоночник немного у неё кривой. И ноги надо было в сторону, за спину и туда подвинуть их. Вот, вот эта дамочка уже получше. Она более гибкая. Красивый стиль, сочетание цветов. Мне понравилось, интересное. А вот ладонь надо было ей побольше всё-таки сделать. Рука вроде большой, кажется, а ладушка маленькая немного. Пошире пальцев ей там добавь. Акула по имени Сало или Сали, или как-то так. В принципе, неплохо выглядит. Единственное, у неё большая голова, мне кажется, для её такого туловища. Поэтому Салу можно было прическу пониже немного спустить. Бенди с Фокси. Очень красиво раскрашена, нарисована. Интересно, Фокси неплохо получился. Единственное, меня смущает нераскрашенные внутри часы. Вот тёмным надо было их там закрасить, потому что кажется, как будто не дорисовали эту раскраску. Так, если не ошибаюсь, это у нас Ира рисовала. Ира, ты лучше стала рисовать намного. Первые твои рисунки не так хороши были. Здесь уже видно, что ты потренировалась. Прекрасно волосы получились. Длинная шея, я бы даже сказала, ему идёт. Вот, прекрасные глазки. Складок слишком много на футболке, но тоже неплохо смотрятся. Продолжай в том же духе, давай попробуй его раскрасить. Что это за существо, я не знаю, но почему-то у него подмышкой какая-то дыра получилась, вот где он пенька держит. И руки у него какие-то странные, вот не анатомичные, что ли. Особенно правая рука у него странно выглядит. Подмышка где-то там, а рука сюда на туловище залезла. А вот пенёк классный получился. И ярко светит солнце, и Бамбл бы идёт куда-то. Ну чё он такой грустный-то? Ну Бамбл бы самый весёлый робот из всех был. Улыбка ему надо было добавить, вот не хватает ему прям. И какой-то радости в глазах, что ли. Но всё-таки мне нравится, красивый рисунок, так аккуратненько более-менее сделано. И на шершулю он похож, просто отлично. Скажем так, шершуля в апгрейде. Короче, Катерина молодец, роботов рисовать умеешь, я это уже давно понял. Маленький, грустненький, я не знаю кто это, Капхэт или может быть Магман. У него тут трубочка зелёная, а кофточка синяя. Капнули там чем-то ему на прическу. Наверное поэтому он загрустил. Аккуратнее рисуем, не капаем, чай не пьём на рабочем месте. Критику и поздравьте мою подругу Таню. Таня, не знаю с чем тебя поздравить, но с днём рождения. Таня, с днём рождения тебя, Таня. Очень красивый Бенди, прекрасно, у него такая прям чёрная прическа получилась. Молодец, Надюха, что про подругу не забыла. Ну всё, всё, тормози, Ксуша, твоё время вышло, потому что время нашей передачи тоже уже подходит к концу. У нас ещё мини-комикс, ставим несколько комиксов. И всё, будем заканчивать нашу передачу. О, смотри, вот здесь автор изобразил тебя в виде кота. Но я не кот. Мисс Алиса, мне это не нравится. Но, Джули, тебе так идёт платье. В том-то и дело, что платье, я не хочу быть белоснежкой. Но ты же девочка, ты просто создана для этой роли. Не всё же тебе с Сэмми на кухне работать. Уж лучше работать, чем тратить время на ваши глупые постановки. Что ты сказала? Джули! Не-не-не-не-не-не-не. А, что там происходит? Что случилось? Это Алиса. Алиса, ты уже всем надоела со своими постановками. Ещё бы Бориса принцесса сделала. О, хорошая идея. Спасибо, Сэмми. Всё, это был последний комикс на сегодня и последние рисуночки. Мы все говорим вам до свидания, наши дорогие зрители. Встретимся обязательно в следующих выпусках. У нас ещё много-много-много-много-много-много рисунков. И обязательно все их покажем. Если, конечно, ваш рисунок достаточно хорошо видно. А с вами был Бенди, чернильный демон. И вся наша студия Мира Цветных Чернил. Всем пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова